Куда бы я ни ехал, всегда все рассматриваю как место будущих локаций. Мы только что отсняли фильм, называться он будет «Туманск. Замороченный город» о уютном провинциальном городке. Я еду и кусаю локти. Господи, что же я не доехал-то до Полевского. Значит, в следующий раз. Вот это очень уютный, какой-то чистый. Если Россия и спасется, то в провинции. Потому что здесь есть понятие о смысле жизни. Есть понятие о поколениях, которые не прерываются. Вот это все. Я снимал документальное кино о горах, пока в окружении рядом со мной жил хороший мой друг, знакомый Саша Кленов. Он – это альпинист мирового уровня, совершавший одни из самых фантастических восхождений. А детский кинематург – это художественное кино, но это совсем другая стезя. Оно как-то жило в душе одновременно и то, и другое. Мне вообще кажется, что человек, я думаю, это одна из тем будущего. Вот можно про это попробовать сделать детское кино, будущее. Человек, он состоит из множества человеков. Личностей внутри одной упаковки несколько. Мы как-то это не развиваем, и даже в советское время это как-то не очень поднялось. Ну, чего это такое? Вот ты пионер, Вася, значит, ты будь пионером. И, значит, как бы… А этот Вася параллельно мечтатель, а этот Вася параллельно в Маруську влюблен, а этот Вася параллельно любит, значит, в соседнем дворе, понимаешь, с крыши, с гаража нырять в снег. Понимаете, личностей много, разных. Ну, и надо их как-то развивать. Можно всегда развивать самые взрослые, самые недетские темы через детский подход, потому что запретных тем ведь нет. Ну, я не беру какие-то ужасы, а вот просто запретные. Любовь и нелюбовь, жизнь и смерть. Смысл и бессмыслица. Добрый ты или злой, жадный ты или щедрый. Это ведь для взрослых вопросы там. А с детьми они как бы искренне звучат, и они оголенные. Очень хочется, чтобы твои фильмы через сколько-то лет смотрели и пересматривали. Очень хочется, чтобы часть проблем, которые затронуты, стала неактуальна, потому что мы все равно делаем очень острые и социально нагруженные фильмы. Но это ведь хотелки мои. Мы доживем с вами через сколько-то лет, посмотрим из того, из будущего. Что останется, это неизвестно. Вы знаете, в каком-то смысле я выработал в себе и проповедую коллегам некое смирение. Братцы, плюнем мы в вечность, не плюнем мы в вечность. Вопрос спорный. Вспомнят нас через сколько-то лет, или мы, значит, исчезнем. Твое дело служить. Придумал сюжет, оплатил, снял. Твое дело служить некой искусству, если пафосно говорить, или какой-то просто доброй идее.